я алексей вы смотрите только на против и сегодня мы будем сжимать шакалов да ну точнее я у их уже жал а вам покажу в общем то что это файл шакала вот он здесь находится я его сжимал разными архивакторами ну а теперь короче по серьезному значит ну я у меня появилась нужда за архивировать файлы и я в общем то начал информацию в интернете по этому поводу искать и в итоге как бы на ютубе естественно ничего нормального не нашел поэтому решил снять сам ну и конечно же на википедию я тоже зашел и что же она думает это хорошо что вообще что-то об этом думает вот например есть 7 zip то есть вот этот архиватор и тут как вы видите был конкурс какой-то очень конечно давно был в 2007 каком-то году и в общем то как вы видите 7 zip он занял 24 место но тем не менее для тех кто сравнивать хотели с винраром и вензипом он их как бы победил за счет собственно своего вот этого цены кстати забавно что он единственный открытая по с открытым исходным кодом то есть 7 zip это бесплатный архиватор с открытым исходным кодом в то время как эти двое которые хуже его по компрессии они платные и что еще значит еще есть у нас пак пак вот этот вот который на первом месте в этом конкурсе был то есть это самый-самый такой сжимающий архиватор видим на 28 процентов он судя по тесту сильнее сжимал но сейчас я не уверен кстати насчет 28 процентов потому что мои тесты это не подтверждают я думаю это зависит еще от файла то есть просто не все он хорошо сжимает значит вот такой вот аж 2006 года но я так понял это все еще актуально на самом-то деле я тут еще полазил по этой википедии по другим скажем так архиватором и там что-то google пытался изобретать они же собственно разработали формат изображение в пи и этот формат он действительно хорош то есть его им сейчас заменяют везде gpg пнг и все остальные форматы ну пнг заменяют потому что он сжатие пнг используется без потери качества то время как в пи потеря качества есть но в общем то там свои фишки то что у качества у него лучше при том при том же количестве данных то есть при том же визе картина тоже самое с видео короче хочу напомнить и если кто не знает о том что в общем то видео и картинки не сжимаются а также если вы попытаетесь сжать архив за архивные данные это вам вы быть какие-нибудь архивы не zip а кап например или какие то вообще с margin hand и расширениями например каких-то играх но там тоже сжимают разработчики тех вид для того чтобы собственно их гроздь не маме чE места и это неплохо на самом деле и общем то если вы попытаетесь уже это они могут стать еще больше чем были потому что он Он попытается сжать уже сжатое и в итоге просто разархивирует его или что-то вроде того. А картинки и видео не сжимаются, потому что они тоже уже сжаты. У них используется своя кодировка для, собственно, сжатия. И умные архиваторы, они просто их не трогают. То есть тот же 7zip, он просто не сжимает, не пытается даже сжимать картинки и видео. Просто помещает их в меня это расширение. Ну, это такое сступление. В общем-то, мы занимаемся, собственно, подбором самого сжимающего архиватора. В общем-то, вот такой вот. И теперь сам этот тест. Сам тот самый тест замечательный, который показал превосходство вот этого вот архиватора. Можете там на паузе, на замедленной съемке смотреть. Вот это в зеленой полоске, чем она длиннее, тем лучше сжимает. И тут, короче, их есть несколько экспериментальных архиваторов. WinRK, вот этот вот один из самых топовых. Но он проприетарный, я не знаю вообще, где его достать, потому что он был экспериментальным и при этом платным. И, в общем-то, ну, у него вот второй параметр неплохой. А вот есть PAK. Тут их несколько, и как вы видите, PAK 8P, PAK 8X, что там еще. И PAK 8JS. Вот у них самые мощные степени сжатия, вот этот PX самый мощный оказался. И в чем же его недостаток? Ну вот, как вы видите, тут остальные параметры можете посмотреть. Вот, давайте пролистаем. Это все вы, в принципе, на паузе можете прочитать результаты этих тестов. В чем его проблема? Проблема, во-первых, то, что он медленный. То есть там 17 часов архивируют, 300 мегабайт и так далее. Вторая проблема, которая не была сказана здесь нигде, в этих местах, но которую я понял, почему, собственно, он медленный и почему с этим трудно бороться. И о том, что в том же 7-зипе есть поддержка многоядерности процессора, в то время как этот для архивации использует только одно ядро, так как он еще в 2006-2007 годах разрабатывался. Поэтому, собственно, вам для того, чтобы быстро архивировать вот этим вот паком 8, нужно иметь процессор в компьютере, у которого будет самая большая скорость вычислений на одно ядро. То есть это какой-нибудь там, ну, не Pentium, а этот, ну, Intel-овский, короче, процессор предыдущего поколения. Новое вообще будет какое-то поколение или нет, я не знаю. Но, в общем-то, чтобы там по 3 гигагерца частота ядра была там, не знаю, какая максимальная. Может, какой-то экспериментальный. Ну, и, конечно же, теперь я нашел пак 9а, самый мощный архиватор. В общем-то, это тоже пак 8, только тут увеличена память, выделяемая ему. У него, я так понял, такой алгоритм, который увеличивает сжатие, в зависимости от выделяемой для обработки оперативной памяти. И также тут, то есть, оболочка графическая добавлена, потому что по умолчанию это была программа, которая работает из консоли. А из консоли, то есть, писать команды вы уж точно не будете, чтобы что-то заархивировать. И, в общем-то, вот алгоритм, там что-то такое. Вот ссылку на вот эту страницу на CyberForum я вам дам, под видео смотрите в описании к нему. И вот он весит, самое главное, что архиватор заархивирован. То есть, чтобы пользоваться этим архиватором, вам нужно сначала скачать другой архиватор, например, 7-zip. Ну, или вы можете разархивировать и использовать, то есть, программку. Но это прикольно. 109 килобайт весит этот архиватор. 109 килобайт, он занимает у вас на... Поэтому, что я хочу сказать. Этот архиватор, он куда подойдет вообще? Куда он подойдет? Он подойдет для того, чтобы заархивировать надолго что-нибудь. То есть, ты взял, собрал какие-то файлы, там поставил, он у тебя может архивировать в фоновом режиме. Дело в том, что он использует, опять же, всего лишь одно ядро вашего компьютера, и при этом использует максимум 1,5 гигабайта оперативной памяти. И то есть, это не все. То есть, современные компьютеры гораздо мощнее. Поэтому, не так уж и сильно ощутимо будет, если у вас 8 гигабайт памяти и 8 ядер в вашем каком-нибудь бульдозере, вам не будет ощутимо то, что он у вас будет в фоновом режиме работать. При этом, как бы вы заархивировали один раз, положили там, например, какие-то, собственно, тексты, какие-то файлы, которые могут сжиматься. И можете потом их куда-нибудь закинуть в обычное хранилище, допустим. И сам, собственно, архиватор, вам тоже нет никакого труда, его тоже туда закинуть. Что, как бы, архиватор поставляется вместе с самими архивами. Ну, чтобы он у вас не потерялся, и вы не потеряли все данные. И вот это то, как его можно использовать, в принципе. Да, он будет архивировать долго, но те данные, которые вам могут понадобиться скоро, их не стоит таким архиватором архивировать. То есть, это не для... это не 7-zip. У него другая цель. И я его уже скачал, и я его уже использовал, и сейчас перейдем, собственно, к практике. Вот так вот выглядит его менюшка, вот так вот выглядят сами файлы. В принципе, запускается вот этот файл, и тут даже есть вот результат разархивации. Да, я уже изархивировал разными способами, выделял разное количество памяти, мне видео, вот, 1518 мегабайт. И что я могу насчет этого сказать? Уменьшение КПД сжатия у него экспоненциально. То есть, чем больше выделяешь памяти, тем сильнее сжимает, то есть, тем эффективнее сжатие. Но прирост тем меньше и меньше становится. Вот, как вы видите, шакалов я жал, это 5 мегабайт. Это на 61 мегабайте памяти. На 111 у нас 4 мегабайта 990 килобайт. На 209, как вы видите, вот столько. На 800 вот столько. И на 1500 вот столько. 4953, что-то странно. Но если так посмотреть, то здесь 483. Вот странно это, кстати. Здесь как бы числится одно, а здесь числится другое. Ну и, в общем-то, я, кстати, проверил. Заархивировать мы, допустим, можем. Но мы знаем, что вот такие архиваторы малоизвестные, экспериментальные. Они могут как бы заархивировать так, чтобы потом не разархивируешь. И я разархивировал вот этот максимально сжатый файл. И, в общем-то, он вполне себе не поврежден. Ну, по крайней мере, с виду. Шакал, как бы, он остался. И надписи даже читаются в этом файле. Сейчас откроется, потому что это 40 мегабайт текста. Угадайте, какой этот файл. Это файл.дл, как вы понимаете. Но угадайте, откуда я его взял. Из какой программы или игры. Кто угадает, ну, не знаю. Я закреплю ваш комментарий и поставлю на него лайк. Значит, да, вот, пришлось подождать. В общем-то, вот он шакал. И вот надпись. Вон, если читается. Ну и дальше здесь всякие тексты. Значит, нет, не сохранять, естественно. Значит, и теперь насчет, вы скажете. А 7-Zip, например, он будет помощнее. Вот 7-Zip, например, в алгоритме PPMD, там есть выбор, дает 6,4 мегабайта. При этом LZMA алгоритм дает 5,100 килобайт. И LZMA тоже. То есть, вот этот LZMA2, это на несколько ядер идет. 107. А обычный LZMA, смотрите, получилось как-то даже меньше. То есть, обычный LZMA, что ли, немножко лучше кодирует. Но, тем не менее, как вы видите, этот меньше. Но ненамного. Я не знаю. На самом-таки, вот тут показывает 4,83. То есть, а здесь показывает 4,953. Непонятно, чему верить. Вот этому. А здесь вообще 5 миллионов байт. Ну, это, я думаю, связано с тем, что у нас в килобайте не 1000 байт, а 1024 и так далее. Оно там накапливается, и в итоге получается столько. Но, тем не менее, странно, что по-разному отображает вообще количество информации. Ну, и, в общем-то, это мои эксперименты. То есть, я сравнивал только с LZMA, решил не скачивать там RARA, обычного ZIP и других архиваторов. Также я искал NanoZip, но NanoZip как-то я вообще не разобрался, как им пользоваться. Ну, и он все равно не топовый. И вот и все. Всем спасибо за просмотр. Теперь вы знаете, какой самый крутой архиватор в мире, который может сжать ваших шагов наиболее эффективно. Вы даже знаете, где его скачать и как им и в каких случаях пользоваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok